Россия. Каждый может это делать. Абсолютно каждый. Спасибо вам большое. Слава Украине! Здорово! Слава Украине! Здорово! Прошу. Это моя сестра. Я вам скажу, что она в Канаде уже 10 лет и 13. И 13 лет она не считала себя Украинкой. И она стала себя инсифицировать как Украинка только в Канаде. Нет, нет, как раз нормально. Декілька тижнів тому у Харкови проходил круглый стол национальной единицы. Можливо, вы его видели или слышали. Мне, как простому харковянину, представнику Евромайдану, таки удалось туда попасть и задать некоторые вопросы нашим политикам. Основное, что кидалося в вичи, это то, что протягом десятков лет мы видим одни и те же самые обличия. Одни и те же самые обличия, которые ректорами наших вузов. Деяки из них герои Украины, но до того, как я наполючу, они не выходили сюда. Деяки из них постепенно чиновники, депутаты, министри. Там был такой депутат Геллер, который сказал, что я простой народный депутат. И все из него смеялись, потому что простых народных депутатов немало, а пан Геллер, он еще и мультимиллионер, если кто-то не знает. До чего все это я веду? До того, что влада мает оновлюваться. Если те люди, которые керували нашу страну протягом 23 лет, не смогли что-то для нее сделать, мы выступаем за то, чтобы у влады приходили новые молодые обличия. Потому что именно эти молодые обличия, которые хотят менять страну, они для этого что сделают. Одна из таких сил, которая представлена молодыми обличиями, это наши братья, которые здесь на Евромайдан выходят. Это партия «Демократичный альянс». Сейчас у этой партии серьезный испыт у Киевского Киеврада. И уже новая, так мы говорим, перехитная влада, каким-то чином намагается, ну, есть такая подозра, не пропустить эти новые обличия до влады. Я прошу про эту ситуацию рассказать Викторию Черевко, голова нашего Харьковского областного отдела «Демократичного альянса». Друзья, добрый вечер, сейчас я хочу сказать буквально несколько слов, что будет с каждым из нас, если мы будем уверены, что после Майдана, после частного оновления влады...